Девушки отдыхают 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 Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело. А то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластик на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом нас займает. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Мерен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Мерен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Мерен, и как стемнеет, увидимся у дома схоластики. А старик, ну, дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги. Но, мамоан, сам понимаешь. Что он опять задумал? СССР-МОНОЙ мы надеемся с кем-тоambл achtой газа. КОЛЬН has Здравствуй. Глядишь ты, какая уродина. Дайте жить спокойно. Рада тебя видеть. Вы хорошо знаете Дуду? Да. Впрочем, он почти ничего о себе не рассказывал. Он же когда-то был купцом? Да, у Дуду всегда был нюх на выгодные сделки. Но, похоже, он оказался слишком честным, чтобы работать в Новиграде. Именно так. Я всегда ему говорила, как бы он не менял облик, он всегда остается добрым и порядочным. Наверное, именно поэтому ему так плохо давались роли кровавых тиранов и тайных убийц. Зато он был отличным доверенным слугой или призраком Старого Короля. У меня просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Прошу. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Утили с нами останешься. Безопасней, когда ты поблизости. Благодарю. Благодарю. КОНЕЦ А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. КОНЕЦ Дашь им палец, всю руку отхватят. Пустили, как рака называется. КОНЕЦ 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 Где же я теперь найду свежую варенью печёнку? Некоторые на тебя смотрят косо, но для меня ты герой. Субтитры делал DimaTorzok Эх, и жить не хочется Я буду за тобой приглядывать, белоголовый Субтитры делал DimaTorzok Похоже, теперь он... Я хочу... Хотел бы я... Ну, да... Спасибо за беседу. До свидания. Лютик, у тебя есть минутка? Для тебя всегда! Как так вышло, что ты стал владельцем этого заведения? Ты не поверишь! Мне оставил его по завещанию Алонс Вилли, сам ублюдок старший. И правда не верю. Алонс содержал на коротком поводке весь местный криминальный мирок. Но в глубине душе он был романтиком. Кстати, именно поэтому его сын меня недолюбивает. Киприан, ну, ублюдок младший, собирался устроить здесь бордель. Но Шалфей перешел ко мне. И я сделаю из него самое элегантное заведение в городе. Очаг искусства и культуры. Как ты познакомился с Присциллой? Это было при дворе князя Эреварда. Мы сошлись в финале ежегодного конкурса трубадуров. Кто выиграл? Не помню. Как же, проиграл и не хочешь признаться? Я позволил ей выиграть, потому что она мне понравилась. И рассчитывал получить награду после конкурса. И как? Получил? А вот это уже не твое дело. Я встретил Молли. Она передает тебе привет. Молли? Какая Молли? Которую ты обещал показать коллекцию мотыльков. А-а-а, да-да-да, что-то припоминаю. Коллекция мотыльков. Я ожидал от тебя больше изобретательности и старания. Молли нужно было не старание, а внимание. Я такая серенькая, средненькая девица. Но стоило мне улыбнуться, как она преображалась в вулкан страстей. Мне тут достался портрет иерарха Химмельфарта. Я очень хочу его куда-нибудь деть. Он тебе не нужен? Нужен, конечно. Это от тех художников-низушков? Ну да. Отлично. Повешу его в шалфеи и розмарине. Может, с храмовой стражей станет проще договариваться. Увидимся. Чего-нибудь особого. Дала бы я тебе скидку за эти твои... Люти, у тебя есть минутка? Для тебя все... Увидимся. Увидимся. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Ты славный геральт из Ривии? Я прав? Снова кого-то сожгли. Отвратительно. Ни на что ужасило. О, наконец-то! Послушай, план такой. Сколастико обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнал. Но... Нет времени объяснять. О, схоластика идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Дрожи! А траковица? Ты во власти принца воров. Не так быстро. Брось меч, мерзавец. Это твой единственный и последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Нет. Только не Пурпурный Мститель. Молчи, ханалья! Или пожалеешь, что родился на свет. Защищайся! Ломай! Он лучше, чем я думал. Давай, Люти! Стой! Пурпурный Мститель! Пурпурный Мститель! Снова торжествует! Мой герой! Ты не ранен? Он меня задел. Очередной шрам в моей коллекции. Пойдем ко мне. Я тебя перевяжу. Убирайся отсюда, мерзкий бандюга! Или Пурпурный Мститель пересчитает тебе кости! Пурпурный Мститель! Милый, а что у тебя такие седые монстры? Где они? Сейчас огонь! А старик Нуман в прошлый раз мне подарочек оставил. Что? Мне он никогда ничего не дарил. Да я тебе изчитываю твои геройские подвиги. Но мама ничего и не получает. Что? Это я-то не умею? Для этого тоже нужен талант. И характер. Полегче? У меня нет сил, Герой. Может, хоть ты его урезонишь. Это какая-то ошибка? Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. Только вы, госпожа начальница, будьте так добры выбрать декор. И мы начнем уже наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. Кажется, уже есть из чего. Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ну, потому что госпожа начальница что-то не умеет ничего решить. А мастер Лютик говорил, что думает между стилем бодуара и театральными декорациями. Но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать. Хотя, вроде как, весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Только ведь не для меня же. Решайте уж наконец. А то меня сейчас контрактей хватит. Не знаю, что больше понравится Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. Вы оба сценические артисты, а хабарет тоже театр. Так что пусть интерьер об этом напоминает. Вот и ладненько. Наконец-то! Ребята! Кончай перекур за работу! Да, вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может, теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрелище. Вопреки тому, что о нем говорят, у Лютика очень рациональный подход к жизни. Это правда. Он старательно придерживается принципа, что, чтобы хорошо жить, нужно хорошо развлекаться. Не смешно. Я не шучу. И в этом принципе нет ничего дурного. Лютик просто умеет радоваться жизни. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает. Ни разу не завалил ни одного выступления. Хорошо бы, чтобы вашей премьеры он тоже не завалил. А то его все еще нет. Он говорил, что раздобудет денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не перешла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. С ним все возможно. Схожу его, поищу. Да ладно. Скидку за эти твои геройские подвиги. Но маман... Сам понимаешь. Мяу... Мррр. Один. Оль! Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии. А этот баран не позволяет ей на меня работать. Погоди, а что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня? Это так мило. Для нее, в отличие от тебя, не слишком. Так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле. И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею. Отойди, я выбью дверь. Погоди. Может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ. Откуда ты знаешь, где у нее запасной ключ? Ну, мы ведь не вчера начали вместе работать. Еще до того, как Поле сошлась с хубой. Ты частенько ее навещал? Я торчал здесь, когда Плесцилла репетировала с Полем в шалфее и розмарине. Девушки работали над танцевальными номерами, а я... Там... Сочинял музыку. То есть... Поле это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь и работу. Если речь не идет о Пресцилле. Пресцилла, как ты мне только что сообщил, волнуется. Так что хватит болтать и давай искать ключ. Ладно, давай искать. Ну, ой, что ли? Хали. Вон там... Тут его нет. Тут его нет. Вот и ключ. Отпозвали. Какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста. Но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку, минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засунь себе в жопу свои объяснения, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу! Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. Хуби, верно? Поля много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудиц, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый. Но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попой по борделям. Убирайтесь отсюда оба! Поля никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить. Речь вообще не про бордель. Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит. То, что лежит на столе, это старый плакат. Старый? Очень. Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутация не позволяет. Так что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка. И я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом. А это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги и слава. И никакого виляния попой. Вот тебе мое слово. Хм. Ну, раз так. Я знала, что ты согласишься. Значит, решено. До встречи в шалфее, Полли. Ну, я побежала. Я тебя догоню. Хух. Я думал, что будет хуже. Неплохо ты все устроил. Самое важное в переговорах – быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Кто такой Латрак? Ты о нем не слышал? Генрих Латрак – известный художник-портретист. Ты заказал рекламные плакаты у портретиста? Это мой старый знакомый. Ему как раз были нужны деньги. Я решил, что для нашего первого представления плакаты не помешают. Зрительный зал сам собой не наполнится. Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в шалфей, а то пристыло намылят мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Принесет он завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Легко же, сука. Девушки отдыхают. Я ищу некого латрака. Не ты один. Этот сучи низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Да бери что хочешь, я пришел только за плакатами. Ты не слышал, что я сказал? Здесь все теперь мое. Вали отсюда, чудила. Я думал, мы разберемся спокойно. Я в этом пожелаешь, выродок. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. А латрак? Где он? Ах, небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у вигельбудов. Ну видишь, а мог бы сказать все сразу. Так, я вчера нажрался, что сегодня до сих пор пашки гудит. Один раз так набрался. Что ж, а рыбы котил? Стоит у тебя. Большие здания памяти Эразма Гегельбуда. Я страдаю венерической болезнью. Где тут возьмешь? Ну хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...